Переходим к тому, что происходит во власти. Во власти происходит следующее. В российской имеется в виду. Прежде всего, на каком фоне происходящего? Путин собрал глав муниципальных образований. И, казалось бы, что происходит такого в России, что должно касаться всех глав муниципальных образований, и что должно касаться отношений этих глав муниципальных образований с главой государства российского. И совершенно очевидно, что это чудовищная катастрофа, чудовищный коллапс системы ЖКХ. Это половина, более половины регионов России находятся сейчас в ситуации катастрофы. Просто жилищно-коммунальная катастрофа. Коммунальные аварии, которые сотни тысяч, миллионы россиян оставили без тепла, без воды, электричества, без газа. Они затронули как минимум, это минимальная оценка, 43 субъекта Российской Федерации. И то, что... Да, при этом, если говорить именно об отношении глав муниципальных образований с властью, то на этом фоне, согласно бюджету 2024-2026 года, финансирование сферы ЖКХ из федеральной казны будет урезано более чем вдвое. Вот я довольно часто даю интервью разным медиа, и в том числе украинским каналам, за что меня почему-то критикуют, не знаю почему. Меня спрашивают, я отвечаю. Я считаю, что если украинские каналы интересуют мое мнение, то мой долг его высказывать. Если им зачем-то это нужно, то я, конечно, буду по-прежнему как-то помогать и хоть как-то, хоть как-то компенсировать, хоть на одну тысячную, одну миллиардную процента компенсировать тот вред, который моя страна причиняет сейчас Украине. Так вот, на этих каналах я обычно начинал ответы на вопрос, а что там происходит, что там замерзает Россия, обычно начинал ответ, что в России всегда было так. И я действительно, вот я из своих там 72-х лет, 40 лет прожил в Советском Союзе, и плюс еще практически все 70 лет прожил в России, и всегда было так, всегда была внезапная зима, неожиданная для местных властей, всегда это был сюрприз, всегда то, что в России холодно, было удивительно, что в России иногда снег идет зимой, тоже было удивительно для начальников жилищно-коммунального хозяйства, которые совершенно не ожидали, что вот такая вот подлянка, вдруг в России и снег, вдруг в России и холодно. Но сегодня ситуация, конечно, другая. То есть она продолжает вот эту тенденцию, но к этому добавились, сначала добавилась чудовищная коррупция, и мы видели, что происходит, когда начальники, владельцы котельной, так сказать, патронного завода живут за границей, и они являются один охранником Путина, другой полковником ФСБ, который организовал в 90-е годы ОПГ. Это вот такая вот картинка, что называется, из нашего российского ЖКХ. То есть коррупция добавилась, а сейчас уже все это сверху накрыто войной. И накрыто тем, что более 40% это военный бюджет, и российская экономика разделилась на две части. Военная, которая является любимой дочерью, полностью привилегированной, гражданской, которая является падчерицей нелюбимой, которая по остаточному принципу. И вот результат. И вот на этом фоне Путин встречается с руководителем муниципальных образований. И что же там происходит? А происходит вот на фоне замерзающей России следующее. Я немножко, немножко просто расскажу, что там происходило. Просто очень длинно, поэтому я не хочу, не хочу, так сказать, давать какие-то видео, какие-то врезки. Я просто немножко процитирую. Это, кстати, очень характерно. Вот выступает, еще раз говорю, более половины российских регионов находится в состоянии катастрофы. Присутствует довольно много представителей регионов России. Вот Галина Ивановна Руденко из Белгородской области. Что она говорит по поводу того, что происходит в Белгородской области, тоже понятно. Вот что она говорит? Она сообщает, что оказывается, 78 лет назад коллективный Запад не извлек урок. И поэтому, сообщает Галина Ивановна Руденко из Белгородской области, наши старики и дети ежедневно плетут сети, пишут письма, льют окопные свечи. Мы прекрасно понимаем, что наши военнослужащие ни в чем не нуждаются, но желание помочь не унять. И генетический код, вот очень много говорят о генетическом коде, генетический код совершает открытие Галины Ивановны россиянина на самом деле прост. Это желание обогреть, желание сострадать и любить, помочь ближнему. Вот и все. Конец цитаты. Вот такое открытие сделала Галина Ивановна Руденко. Я думаю, что очень многие в Украине оценят по достоинству эти слова. И как-то, я думаю, что у них исчезнут остатки сочувствия к жителям Белгородской области. Что на это ответил Путин? Путин сообщил, вот еще раз, на фоне замерзающей России, что говорит президент Российской Федерации. Что сейчас? Вот он общается с главами муниципальных образований на фоне замерзающей России. И что он говорит? Что сейчас происходит в Латвии? Еще раз, смотрю видео, смотрю, значит, стенограмму. Что сейчас происходит в Латвии, говорит Путин, в других прибалтийских республиках, когда русских людей просто выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны. Это о чем речь? Ну, кто не знает, власти Латвии депортировали одного пожилого, значит, россиянина, который, значит, в биографии которого обнаружили возможность его связи со спецслужбами. понятия не имею, не разбирался детально. Самое главное другое, Путин в этом увидел угрозу безопасности России. Вот каким образом этот пожилой россиянин представляет угрозу безопасности России, его заминировали, что ли, в Латвии, или еще что-то. Ну, а самое главное, вот катастрофа ЖКХ, а здесь вот Латвия. Так, дальше, значит, он начинает анализировать ситуацию с Украиной и с возможностями мира. Он говорит о том, что оказывается, когда вот были переговоры, то он пытается цитировать, значит, главы украинской делегации, но, естественно, перевирает все. приписывает депутату Верховной Рады Арахами абсолютную ложь. То есть, то, чего Арахами не говорил. Он цитирует Арахами так, господин Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Это прямая ложь, ничего похожего. Вот Джонсон, естественно, не говорит, но что ж тут поделаешь. Ну, Путин врет всегда, когда открывает рот. И дальше Путин на основе вот этой лжи говорит, ну, придурки, нет. Вот, они, конечно, придурки, может быть, возможно. Но замерзает-то почему-то Россия, а не Украина. Ну, и дальше, значит, дальше берет слово Алексей Николаевич Суворов, глава городской администрации одного из городов республики Мариэл. И дальше он тоже начинает вот в условиях, понимаете, это глава муниципальных образований. Россия замерзает. Что он говорит? И сейчас вновь фашистская нечисть подняла голову. И мы, потомки дедов и прадедов, не стали отсиживаться дома. Путину очень понравилось выступление Суворову, понравилась его фамилия. И что он говорит на это? Значит, он сообщил следующее. Мозги там закомпостировали людям, проговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда. Да и вообще это непонятно, что это такое. Ну да, самостийность, это, конечно, слово украинское, и перевести его совершенно невозможно. Что это такое, конечно, Путину не понять. Другое дело суверенитет, который, так сказать, защищает, но почему-то российский суверенитет защищают в Украине. Украинцы свою самостийность защищают у себя дома, а вот Путин в Украине это делает. Ну и дальше, дальше, да, вот еще очень важная история. Путин обращается к истории. Извините за тавтологию. Я процитирую. Опять-таки, по поводу Украины, которую создал Ленин. Внимание! Тут важная информация, очень, для, специально для историков. Цитата. В свое время, я уже тоже говорил об этом, лично читал архивные документы, но почему-то эти архивные документы читает он лично, но они засекречены, и он не дает возможность их прочитать всем остальным людям, чтобы проверить, а что же там все-таки написано. Вот лично он читал архивные документы, и вот он выяснил, что руководители Донецкой Криворожской Республики, тогда формировался Советский Союз, не мыслили себя иначе, как в составе РСФСР. Но Владимир Ильич решил, как он выразился, это прямая речь, это перерешать. И передал это в составе Украины. Ну и дальше, вот Путин рассказывает о том, что вот они, руководители Донецкой Криворожской Республики, плакали, стонали, говорили, мы не мыслим себя иначе, как в составе России, но Ленин был непреклонен. Надо перерешать. Ну и в конечном итоге, вот перерешили. То есть, на самом деле, значит, это документы, которые у Путина лежат в архиве, вот он их периодически перечитывает, никому прочитать не дает. Ну вот, и во всем, как известно, виноват Ленин. Ну, это известно было и до этого, Украина уже создал Ленин. Ну, вот здесь еще появилось слово, надо перерешать. Значит, что еще? В ответ на замерзающие, замерзающие более чем половину России, что еще? Сказал Путин. Он сообщил главу муниципальных организаций, что, да, по поводу выборов. Очень важное сообщение. Он сообщил, что, наверное, все можно сфальсифицировать, так как в Соединенных Штатах. Вот ведь, оказывается, где фальсификация? В Соединенных Штатах Америки фальсифицировали, цитата, предыдущие выборы через голосование по почте. Понимаете? Вот, там все, а у нас, вот, у нас же все чисто, у нас электронное голосование, тут же вообще ничего, ничего сфальсифицировать невозможно. Спросите хоть у Алексея Алексеевича Венедиктова, он же вам расскажет, что это самый честный способ голосования по, значит, по электронке, там же вообще никак, ну, как-то, там же электроника, она же не врет, а главное, так сказать, никто никогда ничего не проверит, что там получается. Вот, и дальше Путин рассказывает, оказывается, что такое американские выборы. Внимание, понятно, что такое голосование по почте. Скупали за 10 долларов бюллетени, вписывали, и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей, вбрасывали в почтовый ящик, и все. Вот ведь, как оказывается, вот, то есть, выборы там подтасованы, значит, все там ужасно, но это не все. По поводу, еще раз, обратите внимание, это Путин говорит главам муниципальных образований, той самой страны, которая в настоящий момент замерзает без света, без газа, без тепла, без электричества, просто брошена на съедение, вот этим вот жутким холодам. Напоминаю, в январе, в начале января в Московской области было минус 34 градуса. И как раз аккуратненько к этому времени отключили отопление. Но, внимание Путина, его, так сказать, орлиный взгляд, ну, что там такое, что там Московская область, это, это же мелко, вот, он смотрит через океан, он смотрит глобально, и он видит, что все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. А почему, оказывается, почему, вот ведь что оказывается. Значит, смотрите, почему они собираются вернуться? Оказывается, трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Я прошу прощения, я знаю, как вы меня ругали за то, что я обратился к туалетной теме, но я ничего не могу сделать. Это президент России, это президент большой ядерной державы. Цитирую. Что же за ужасные условия на Западе, в которых невозможно растить детей? Цитата. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек. Еще что-то такое. Это уже стало вещью такой бытовой, обыденной. И те, кто когда уехал по разным соображениям, многие уже возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными, человеческими ценностями. Конец цитаты. Невыносимо. Невыносимо. Я прошу прощения у тех, кто меня очень жестко критиковал за то, что я на одном из предыдущих стримов цитировал Беглова, который тоже туалетную тему возвел, так сказать, в главную причину войны. Ну, ничего не могу поделать. Но все-таки это президент России говорит, опять возвращается вот к туалетной тематике. Дорогие друзья, я просмотрел всю встречу Путина. Сначала просмотрел по видео, честно. Потом прочитал стенограмму, я не нашел ни одного слова о ЖКХ, о коллапсе, о трагедии, которые сейчас переживают более половины регионов Российской Федерации. ни слова про происки Владимир Ильича Ленина, который так плохо создал Украину, неказисто, про туалеты западные обязательно, про ужасные фальсифицированные выборы в Соединенных Штатах Америки, все это было, все это было сказано про ЖКХ, про холода, про замерзающую Россию, ни слова. Субтитры создавал DimaTorzok